Думали, что на текущий момент активно блокчейн-технологиями пользуются порядка 11-12 миллионов человек. Есть очень сильный разброс, потому что обратно сложно задетекать адрес. То есть по сути все комьюнити, вот все мы, кстати у кого есть вообще криптовалюта, поздравляем, мы входим в эти 11 миллионов человек или в 11 миллионов адресов. С другой стороны есть вторичные инструменты, это например Google Play или App Store. Это количество приложений, которые были созданы для того, чтобы отправлять транзакции, либо кому-то что-то платить. И на сегодняшний день вся сумма, ну так как мы делаем кошелек, мы прям знаем сколько их. Всего в общем в Google Play на сегодняшний день 5 миллионов инсталлов всех приложений, которые трогают биткоин, эфир, дэш, манера и прочие, 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 прочие вещи. И истинно по количеству людей, которые, которые, которые находятся там, ну вот она где-то рядом. С другой стороны все цепочки, все блокчейн-цепочки, которые есть сейчас, которые наиболее популярны, это финансовые цепочки. Ну то есть почему-то так завелось, что сегодняшний день есть очень яркий перекос в сторону криптовалюты. Очень яркий. Поэтому с другой стороны можно проанализировать по объему торгуемого рынка этих криптовалют, кто из них находится там на первом месте по пользователям. И с огромным количеством адресов, ну и с большим количеством оборота лидирует, конечно же, биткоин. Дальше идет эфир. Потом идет рипл. Кто знает, что такое рипл? Ну, кто читал? А расскажите, я вот не знаю, мне просто презентацию писали. Кто скажет? Антон, я знаю, ты подымал. Давай, давай, глаголь. Межбанковская валюта, используемая для переводов, при которых, чтобы не пользоваться свифтом, аккумулирует встречные потоки, а расчеты происходят взаимозачетами, исходя из расчетной единицы рипл. Окей, это прикольно. Но там есть еще несколько интересных фактов, что если, ну то есть, по сути, в сети существует конкуренция за то, чтобы доставить деньги кому-то. При этом есть прекрасная возможность хранить деньги в одной валюте, но рассчитываться в другой. Это самая яркая особенность рипла. Стимет. Стимет по количеству оборотов. Ну, нельзя сказать, что это рыночная штука, да, но я считаю, что на сегодняшний день стимет с точки зрения DAO, Daily Active Users, наверное, без учета торговли, пока занимает первое место. Приблизительный анализ показал, что в стимете порядка 7-8 тысяч активных пользователей, которые что-то делают, что-то постят, что-то используют каждый день. С точки зрения перспективности роста блокчейнов по пользователю, я бы выделил три цепочки на сегодняшний день. Это Ethereum. Он перспективен сейчас не до конца. Ну, в моем понимании эта цепочка очень классно, как поле экспериментов. Если вы когда-то занимались маркетингом, вы знаете, насколько важно и ценно проверять свои гипотезы. Вот Ethereum сейчас очень крутая площадка для того, чтобы прочекать и удостоверить, проверить какие-то гипотезы. Чем сейчас очень многие занимаются? Дальше я бы выделил EOS, потому что это платформа, которая станет, наверное, самой передовой с точки зрения… Почему так? Потому что там транзакции будут относительно бесплатные. И рост пользователей, который может обеспечивать децентрализованное приложение, он может быть выполнен на самом EOS. Ну, грубо говоря, можно запускать кучу проектов в очень различных отраслях, где пользователи могут совершать любые транзакции и делать они это смогут совершенно бесплатно. Ну, есть еще голос. У меня есть небольшой инсайт по голосу. И, возможно, голос тоже станет очень популярен через какое-то время. На сегодняшний день в голосе DAO составляет порядка двух тысяч пользователей. Также мне удалось найти информацию по поводу конечных пользователей, которые сейчас активно используют криптовалюты и блокчейн-технологии. По географии эти лидеры обычно разделяются таким образом. Больше всего их сейчас находится в Европе. В Северной Европе это 39,9% всего населения. На Штаты приходится порядка 35% пользователей. И в Азии пока очень странно, но саккумулировано только 18,2%. Хороший вопрос. Россия, наверное, в большей степени в Европе находится. Но Россию как страну с точки зрения активного использования того же биткоина нельзя выделить в отдельный класс. Ну, соответственно, все остальное, 6,9% это проще континенты, скажем так. Кто же эти люди, которые используют криптовалюты на сегодняшний день? В большей степени это мужики. Их 86,9%. Они все достаточно зрелого возраста. 25-34. Чуть больше еще по количеству это 35-44. Ну, понятно почему. Молодых ребят немножко меньше. Еще очень интересно, что больше половины из всех этих мужчин, они все-таки женаты. У них есть дети. Но структура трат таких пользователей, она такая, пока более-менее фановая. То есть, 77% сливается на всякую ерунду. Это цифры от исследования Bitcoin.com. Публиковались исследования. Если нужно, ссылочку я потом подшарю. Если честно, я доверился этой информации с точки зрения количества пользователей. Но блокчейн-технология сейчас это не просто… Ну, это вторая часть. Это вторая часть. Я прошу более активно участвовать. Блокчейн-технология на сегодняшний день – это не только криптовалюты. И почему-то сейчас очень большой бум, очень большой или небольшой рост пользователей, обеспечен только из-за того, что люди пытаются реализовать свои трейдинговые навыки, торговли. Пытаются сыграть на спекуляции, ну и на общем хайпе того, что тот же Bitcoin или Ethereum растет. Либо пытаются заработать на ICO. И данным слайдом я хотел провести такую прикольную параллель между тем, как развивался интернет, как он становился, и как у нас сейчас становится блокчейн-технология. Ну, там из истории, из Википедии всем известно, что там основа интернета, интернет был положен из банальных исследований, из ребят, которые выполняли исследования в плане сетевых взаимодействий, они написали свои первые протоколы и использовали это только лишь для того, чтобы обмениваться, ну, по сути, для экспериментов. Это состоялось в 1969 году. Первыми пользователями недоинтернета были ученые и исследователи. Они прямо это делали вплоть до 1986 года. Создавались несколько параллельных сетей, пока не появилась одна гиперсеть, которая в себя могла объединить другие мелкие. Коммерческое вмешательство в интернет состоялось в конце 80-х годов. В этот момент ценность получили первые, ну, наверное, на то время первые гики. Которые поняли, что интернет можно использовать и для того, чтобы реализовывать свои бизнес-задачи, бизнес-цели. В это время появились первые провайдеры и какое-то зарождение e-commerce. Но при этом, ну, насколько вы понимаете, да, вот здесь количество пользователей было такое же, как у нас в зале обладателей криптовалют. То есть на все 150 человек, ну, человек 10-15. И произошло что-то прикольное. Что прикольное произошло? Появились, разработали World Wide Web Protocol. То есть, по сути, это протокол, который позволял через гипертекст делиться информацией. И с этого момента произошел очень-очень бурный рост как пользователей, так и бизнес-решений. Это процентное соотношение того, насколько информации в текущий промежуток времени передавалось посредством интернета. В 93-м году, ну, там, почти сразу после того, как появился гипертекст, через интернет передавалось только лишь 1% информации. Ровно через 7 лет количество информации превысило уже 51%. Ну, и в 2007 году практически вся информация, которая хранится сейчас, передавалась посредством сетевых протоколов. Что же за блокчейн? Блокчейн как технология была описана еще в 91-м году. Мы все знаем, что, ну, там, сейчас очень принято считать, что, ну, там, основополагающий человек является Сатоши Накамото, либо группа людей, да, Сатоши Накамото в 2008 году. Все это было размещено. Но факт технологии был известен гораздо раньше. И, как бы, что произошло, поженили пиринговую одноранговую сеть с блокчейн, ну, с блокчейн-технологией. Соответственно, в 2008-200... Это просто было первое упоминание цепочки блоков, которые завязаны между собой через хэши. А ты не напоминаешься? Обратно же, ну, то есть, есть википедия, там, пощипа именно по блокчейну. Я уже все сказал. Спасибо. У меня есть там целая страничка ссылок. Блин, я, наверное, по-хорошему потом в презе, потом в конце ее вставлю и расшарю. Хорошо? Чтобы не быть голословным. Кстати, все знают, что в 2009 году мы узнали, мир узнал биткоин, и с этого момента его начали использовать крипто-анархисты, люди, которые поняли ценность в этом, поняли ценность отсутствия контроля в передаче управления денег, и они начали трогать эту технологию, трогать сам биткоин. Коммерческие вмешательства я выделил в формировании вторичного рынка. Для меня это было, ну, для меня это и для всех это очень прикольно, очень интересный факт. Я думаю, что все знают об этом, что в 2010 году первый человек за 10 тысяч биткоинов купил две пиццы, тем самым придав значимость и реальную ценность биткоину как валюте и средство расчета. Но что интересно и что прикольно, что UI и UX протоколов до сегодняшний день именно в самой технологии, я не говорю про биткоин, именно в самой технологии в принципе нет. У нас нет единой точки входа на все блокчейны, у нас нет централизованного поиска, ну, или там децентрализованного поиска. У нас нет инструментов, которые могли бы легко записывать, считывать данные из разных блокчейнов, не обязательно одного. И если мы сравним это с интернетом, то этот рост еще даже не наступил. И вот здесь мы сейчас и находимся, и возможно через 2-3 года у нас появится инструмент, и только лишь тогда блокчейн будет становиться еще более популярным с точки зрения пользователей. Он войдет в жизнь, и им будут пользоваться, не знаю, мамы, бабушки. Но они даже не будут знать, что они им пользуются. Это просто будет как инструмент, как средство. Из прикольных цифрок это вмешательство в рынок. Вмешательство в рынок. Здесь я сравнивал два значения. Это капитализация самого биткоина и капитализация кэшевых денег. Это реальных напечатанных бумажек в виде долларов. В 2013 году соотношение биткоин vs кэш составляло 0,067%. В 2015 году 0,07%. В текущем году она составляет 2,9%. А напечатанных долларов имеется в виду, это к денежной массе доллара или это к денежной массе всего мира, выраженной в долларе? Нет, это всего мира. То есть сейчас напечатано что-то около 7,4 триллиона бумажек. Имеется в виду и безналичные бумажки? Нет, безналичных там гораздо больше. Только наличные? Да, я сравнил с бумажками, потому что, как для меня, биткоин, он хоть и не похож на бумажки, но очень сильно похож. То есть есть уровень анонимности. То есть ты там соточку отдал и как бы она улетела. Есть уровень какого-то такого сравнения и хранения. То есть ты доллары можешь взять, положить к себе дома, и если тебя никто не сломает, то они будут твои очень долго. Поэтому здесь сравнение именно капитализации, еще раз, кэша, кэша и самого биткоина. Но очень прикольный момент, что нет UI решений, нет UI протоколов. И поэтому можно пойти чуть-чуть дальше. И это еще более прикольный слайд. Когда я начинал знакомиться с блокчейн-технологией, я ходил сюда в Эмогуру на блокчейн-школу, и каждый спикер, который сюда приезжал, прям задвигал очень крутые штуки. Он говорит, блокчейн – это технологию, которую можно использовать везде. Это технология, которая изменит рынок недвижимости, он изменит образование, он изменит здоровье, здравоохранение, благотворительность, какие-то облачные хранилища, сделает интернет вещей, для этого есть эфир, сделает гибербезопасность, поднимет его на суперкрутой уровень, вмешается в игровую индустрию и еще затронет куча-куча других вещей. Но, дорогие друзья, давайте посмотрим по факту, что у нас есть на сегодняшний день. У нас есть только финансовый инструмент в виде криптовалют, ICO и токенов, которые активно торгуются и пампят рынок. Но куча других вещей, они тупо не задействованы. Нет ни одного более-менее достойного решения, который доступен для масс на сегодняшний день. Я реально запарился и выписал капитализацию этих рынков. Ну, то есть финансы, финансы, Леша, нет, Леша нет у нас. Ребята, а кто знает, какая капитализация рынка, вообще не знаю, безнальных денег, либо финансов на сегодняшний день? 70 триллионов. Ну, окей, давайте, давайте так. Хорошо, здесь 70 триллионов и на сегодняшний день, если мы смотрим на приложения, которые помогают блокчейну входить в эти технологии, и их в общем скопе, которые опубликованы и которые видят мир, их приблизительно около тысячи, плюс-минус. Если мы возьмем рынок недвижимости, то, ну, если вы трекаете ICO, есть пару проектов, которые занимаются недвижимостью, но они проводят ICO, они просто собрали деньги, но реально куда-то войти и что-то с этим сделать нельзя. То же самое и относится к другим отраслям, кроме облачных хранилищ. Обратно же есть проекты, но они хотя бы запустили свои прототипы, но их можно потрогать. Ну, о чем это говорит, что если мы говорим о блокчейн-технологии, как о маркете, да, ну, там, App Store, Google Play, и всех потенциальных возможностях, которые можно реализовать при помощи этой технологии, у нас есть очень большие проблемы и проблемы во всех этих отраслях. Они реально пустые. И на сегодняшний день есть очень большой перекос в сторону финансов. Да, 70 триллионов реально много. Ну, то есть я даже не знаю, сколько физически, за сколько это заполнит пространство или не заполнит. Очень хочется оттуда откусить кусочек, но, к сожалению, это та отрасль, за которой, ну, мы видим, на сегодняшний день все очень сильно бьются. Рынки, страны не пускают криптовалюту в официальное обращение. Вопрос в вопрос у зала. Просто можно задавать вопрос? Вот у меня вопрос по гэмблингу. Ты, наверное, в курсе, что есть уже давно достаточно Satoshi Bonds такая игра на биткоинах. И, в принципе, это гэмблинг в чистом виде. Согласен. А как к ней можно получить доступ? Зайти на сайт просто и начать играть. Окей. Ну, ладно. Есть одно приложение, которое это решает. Но про гэмблинг я имел в виду немножко другое. Есть рынок ставок на спорт, есть рынок ставок на все, что угодно. Если мы говорим про гэмблинг как понятие, это когда есть человек, которому ты приходишь и задвигаешь какой-то коэффициент, он тебе говорит коэффициент, ты ставишь на это коэффициент и в прямом порядке можешь получить прибыль, то здесь такого нет. Ну, по крайней мере, я не знаю, где можно поставить на лошадиные скачки, например, через мобильное приложение. Ну, просто я мобильщик, для меня это прям боль. То есть очень много ресерча я делаю, исходя из самих App Store и Google Play. Это очень яркая лакмусовая бувашка того, насколько текущий продукт созрел к тому, чтобы быть очень близко к пользователям. Потому что, ну, там лирика, лирика. Потому что, вот как ни прикольно, но блокчейн это та технология, которая, ну, она немножко перекашивает мир в плане немобильности. Ты прям обязан иметь дома писюк, да? Ты прям обязан дома иметь веник, который там забит наполовину. Ну, у тебя должно быть там… Вот мы специально купили там внешний винчестер на 1 трабайт, и он наполовину уже забит, хотя мы засинкали только обиточек и эфирку. Это капец как неудобно. Вот просто это реально ужас. И, ну, как бы, а я ж люблю, когда у меня все под рукой. Вот я хочу, я вот хочу иметь доступ к очень большим вещам, там, не знаю, к фейсбуку, к мессенджеру, к своим деньгам, вот именно отсюда. Но при этом у меня дома должен стоять компьютер. И вот история с гэмблингом, со всем остальным, я всегда рассматриваю с точки зрения мобилок. Ну, то есть, есть приложуха, классно она работает, быстро она работает или нет, и так далее. По этому слайду. Давайте еще поговорим. Ну, блин, он реально прикольный. Хорошо, а ваши, давайте по-другому. А ваши мысли? А почему так? Почему идет перекос в финансы? Финансы – это прекрасная мотивация, но финансов больше всего в сфере финансов. Но это меркантильность. Это, к сожалению, что есть. На самом деле, колоссальный потенциал, ну, вот Украина, коллега по банковской работе, там недавно случился вирус Петя, который что сделал, который зашифровал веники. Он попал на шлюз и хорошо распространился, вот именно в банковской системе, легло все на неделю. И у них очень повысился интерес к блокчейну, не как криптовалюты и все такое прочее, а как децентрализованное хранение информации. Это ого-го, какая мотивация. У нас больше отчасти дань моды. Ну, здесь говорить, из чего состоит блокчейн. Децентрализация, криптография. А третья часть, мотивация, экономическая составляющая, она немножко растворяется. У нас блокчейн со стороны Нацбанка директивно немножко навязывается, там децентрализованный реестр банковских гарантий. Если не забывать про то, что он должен жить своей жизнью, не отключать эту мотивацию, он очень быстро и скоро придет. И в образование, это серенгипетит, то, что Алексей Кролл делает, да. Здоровье, это все будет междисциплинарно, на стыке. Проблема, на мой взгляд, в том, что междисциплинарных специалистов не так много, кто одинаково хорош в медицине и в программировании. Но не совсем так. Ну, они появляются. А это неизбежность. Чем больше таких людей будет, которые способны будут задавать, ну, хакатоны, они создают этих людей. Они позволяют объединять знания, выходить на фронтиры, на сочетание. Финансы и культура, религия и право. И бог знает, что еще. И протоколы блокчейна, они, в общем-то, могут все это мирить, особенно там, где идет связка с интернетом вещей, с роботами. И вот, за что вам... Я понимаю. Спасибо большое. Вам спасибо. Валерий. Тому это так само не дивно, да, что все это в грошах. А ле соправды далей, а пасля грошей. Кожный человек действий живе. Правильно. Реал эстей. Кожный человек мае здоровье. Якое для его самое дорогое. Я бы навод здоровье поставил на другое место. И оно обовязково приде, и будет вельми актуально. А все остальное... Ну, то не диво. Гроши это самое-самое основное. Нема ничего больше, чем гроши в уголе. Все нормально. Все по плану. Великий дякуй за цедованную мову. Вопрос был в том, почему. Да, почему. Смотри, во-первых, это криптовалюта. Криптовалюта. Ну, то есть первичная криптовалюта. То есть все блокчейны это криптовалюты. Поэтому деньги. В первую очередь туда приходят. Оттуда, естественно, будет распространяться. Ну, и во-вторых, есть с другой стороны штука. Это представлена ли вещь в реальном мире. То есть то, что представлено в реальном мире, чем-то сложнее перенести в виртуальный мир. Например, real estate. Это реальные дома, которые где-то зарегистрированы. И оттуда это надо как-то переносить в виртуальный мир. То есть это перенести будет сложнее, чем, например, гемблинг. Гемблинг полностью в интернете. То есть те же самые ставки на киберспорт, уже можно делать в интернете. То есть там преград гораздо меньше. Клауд там преград гораздо меньше. В real estate там самое много, наверное, в education меньше. В healthcare тоже много. Это скорее такой путь, чтобы понять, куда быстрее придет. Придет быстрее туда, где преград меньше. Ну вот, видно, что в финансах меньше всего. Ну и дальше они как-то поранжируются. У меня есть небольшая мысль по этому поводу. Мне кажется, мы все находимся в небольшой ловушке с криптовалютами на сегодняшний день. Эта ловушка заключается в очень простой вещи. Основой любого алгоритма консенсуса, любого блокчейна, который пишется и создается сейчас, является мотивация людей поддерживать этот блокчейн. Ну, то есть мотивация биткоина является то, что майнеры будут получать награду за то, что они находят блок. Мотивация сториджа, ну там сториджей, либо сторидж блокчейна заключается в том, что они будут получать деньги, если не шарят свои компьютеры. Но, как по мне, это капец как неправильно. Ну, а почему, почему, почему можно взять самую базовую, самую, ну такую, самую капиталистическую потребность на сегодняшний день, которая существует во всем мире, которая раздута годами рекламы, маркетинга, огромными корпорациями, заложить это в основу очень крутой технологии и манипулировать этим. Как по мне, будущее таких вот штук, оно заключается не только в том, что есть цепочки, которые, ну, просто поддерживают своих пользователей за счет своей внутренней валюты. Но мне кажется, очень крутая штука, и мир прям перевернется именно в тот момент, когда найдутся те люди, которые придумают мотивацию, которая не будет основана на деньгах, на внутренней валюте. Мне кажется, это будет очень круто. И, ну, как бы, мы все достаточно давно живем, используем, и такие кейсы уже были. Там кто использовал как распределенные вычисления для просчета поиска спутников? Там это было, наверное, лет 10 назад. Блин, я один такой? Ну, да, 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 порядка 5-10 лет назад были ПОшки, которые распространялись, они говорили, ребят, мы считаем там полет спутников, мы считаем там ДНК, мы считаем все. Мы вам ничего платить не будем, но если вы это сделаете, если вы поставите эту ПОшку, и она будет у вас болтаться, вы поможете человечеству стать лучше. мы сможем полететь на Марс и так далее. Те же торренты, а что заставляет людей, вот интересно мнение зала, а что заставляет людей раздавать торренты? Ну, сейчас забывают, а изначально? А там рейтинг был, нельзя было скачать и сочетать. Отлично. Ну, то есть, есть какие-то другие механизмы мотивации, которые уже крепко закрепились. И тогда вопрос вселенную, вселенная, почему, блин, финансы? Почему, 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 почему именно деньги, почему именно криптовалюта? Где вы, люди, которые готовы и способны создать алгоритм консенсуса, который за основу берет не жадность и не желание заработать, а какие-то другие потребности из пирамид, пирамиды масла? Да? Когда он только появился, можно было заходить к ним на сайт, выбирать проект и помогать обществу, получая за это рипл. То есть это уже было. Нет, это было. Но рипл учил распространение. А почему они ушли? Я думаю, это связано… Нет, ну только мысли, то есть, ну, факты не нужны. Я тоже не знаю. А, мысли. Но с коммерческими вещами они нацелены на получение прибыли и поняли, что, допустим, сотрудничая с банками, с корпоративными клиентами, они как бы быстрее достигнут своих целей, прибыли. То есть это был маркетинг, наверное, как изначально ход. Окей, окей, спасибо. Можно я потом скажу свой на сайт? Ну, рипл, там же голосует сообщество. И там же фишка заключается в том, что консенсус-алгоритм достигается посредством голосования участников сети. И, скорее всего, большинство людей решило, что нет, мы хотим иметь коммерческую составляющую, мы не хотим быть добрыми, позитивными. Вот вы сказали, что можно заложить из пирамиды Маслова. То есть такую сделать интересную вещь. Так, по-моему, они это и сделали. То есть у нас на первом месте что идет? Потребность безопасности, потребность пропитания. Нам эти деньги и дают. Вот криптовалюта мы не заработаем, потребность безопасности обеспечена. Да, ну нет, конечно, можно уже думать там о социальном выражении и так далее. Как опять же, вот торрент, раздаешь торрент, ну молодец, да, хорошо. Но кушать хочется. Ну, как бы, почему, ну, я понял тебя, спасибо большое. Почему там пару слайдов назад я назвал вот эти цепочки перспективными? Мы готовы поговорить по этому поводу? Просто было такое непонимание взгляды из зала. Ну, как бы, почему? Почему Ethereum может быть перспективным? Потому что, возможно, они перейдут на POS. Возможно, они перейдут на POS. Возможно, они уменьшат стоимость транзакций в принципе. И, возможно, на них можно будет запускать очень много прикольных, ну, децентрализованных приложений. Ведь вот все вот эти сферы, которые мы имеем прямо сейчас и здесь, для них не обязательно писать свои собственные цепочки. Ну, зачем? Зачем заморачиваться и мучиться? Это реально там, ну, год работы очень крутых скилловых чуваков. Которые, ну, и еще потом год переписывания, да. Это то, что сейчас происходит там в каждой из цепочек, которые есть и опубликованы. Зачем? Если можно взять платформу, базовую платформу, в которой должна быть одна очень простая и базовая штука. Бесплатные транзакции. Вот бесплатные транзакции – это прям must-have. Тот же Ethereum, он плох тем, что там ты крутую логику не построишь. Ты построишь логику распределения токенов, проведения ICO. Круто, вообще круто. Но обратно же, это, ну, типа, деньги ради денег. А реализовывать реальные бизнес-задачи прям невозможно. Поэтому, так, это, блин, я ушел в конец. Вот. Теперь мы приходим к EOS. Почему EOS может быть очень крутой и перспективной? Да потому что EOS обещает всем бесплатные транзакции. EOS обещает всем большую scalability и большое количество транзакций, которые будут протекать в секунду времени. Это означает, что вот эта логика децентрализации, она будет работать прям везде. Но для этого они это должны запилить и сделать. Никто не знает, будет это так или нет. Потому что Ethereum Виталик тоже задумал какую-то крутую штуку. Да? Но по факту они столкнулись с проблемой, которую пытаются решить сейчас. Почему голос прикольный? Почему я сюда вынес голос? Кто знает? Ну, они мне заплатили. Нет, на самом деле нет. Ну, как бы голос, они, ребята тоже очень парятся по поводу развития своей платформы. И, возможно, в будущем, в ближайшем будущем или не ближайшем, у них тоже могут появиться смарт-контракты. Но что отличает Ethereum от вот этих двух цепочек? Кто знает? Блин, да, я говорил, я спылился. Стоимость транзакции. EOS и голос – это цепочки, в которых транзакции бесплатные. Там не нужно платить каждый раз, если ты что-то дергаешь в смарт-контракте. Не нужно. Ты просто меньше можешь это дергать, если у тебя там меньше денег. Ну, не так часто. Поэтому, мне кажется, основная проблема популярности, популяризации блокчейна и почему вот эти отрасли до сих пор пустуют, потому что нет базовых платформ. Вот банально, нет базовой платформы, которая могла бы обеспечить построение бизнес-логики, на основании которой можно делать очень крутые приложухи. И как только кто-то из них стартанет, ну, потому что обратно же, да, на эфирке нельзя это сделать нормально. Как только стартанет кто-то, кто будет обеспечивать бесплатные транзакции, и он будет первый, и это будет хоть как-то работать, мне кажется, вот эти все отрасли начнут очень быстро расти и перекроют с точки зрения прибыли именно блокчейн-проектов финансовую составляющую. Ну, то есть, моя лирика сводится к тому, что государства, либо границы, они должны размываться со временем. Ну, в этом нет никакого смысла. Почему я должен, блин, иметь бумажку, чтобы проехать 200 километров до Вильнюса? Почему кто-то должен мне это сделать, разрешить? Здесь такая же история. Почему, допустим, я не могу свою карточку из поликлиники пошарить кому-то или сделать ее открытой для исследователей? Почему я не могу получить образование Стэнфорда или Оксфорда за гораздо меньшее деньги или знания, которые там лежат? Почему я не могу купить... Не, ну, я уже могу купить виллу на Кипре. Ну, как бы... Ну, типа не могу. Почему я не могу купить виллу на Кипре через блокчейн? Я хотел бы подвести небольшой итог. Итог того, что сделать. Ну, то есть, давайте снова вернемся из вот этой вот маленькой приближенной лупы на общий масштаб. То есть, мы просто сейчас снова отъедем на достаточно большое среднее расстояние к теме моего изначального доклада. Пользователи в блокчейн. Насколько вы помните, их сегодня всего лишь 10 миллионов. И он закрывает потребность рынка, мы недавно узнали, в 70 миллиардов, триллионов долларов. При этом закрывает он, ну, так себе. То есть, очень мало людей этим действительно пользуются. Очень мало людей это знают и понимают. Есть куча других отраслей, где блокчейн может быть полезен. Но на сегодняшний день у нас отсутствуют фактические способы внедрения их в текущую жизнь. При этом, даже для финансов, ну, как бы, мой проект, мультикриптовалютный кошелек, он родился не просто так. Даже те приложения, которые есть сейчас для финансов, они, ну, скажем прямо, не совсем для людей. Ну, они неудобные. Можно сравнить любой кошелек, например, с PayPal. И он, ну, PayPal крутой. Крутой с точки зрения дизайна, юзабилити, скорости и всего остального. А технология развивается, там тот же биткоин, ну, имеет уже почти 8 лет под капотом. И неужели, блин, не нашелся ни один нормальный чувак, который бы напилил нормальную быструю приложуху. Ну, как бы, это немножко странно. Поэтому рост пользователей в блокчейн-технологиях обеспечит несколько факторов. Первое, появление самой платформы, которая может позволять делать все приложухи из отраслей, которые были у меня за спиной. Вторая важная штука – это человеческая понятность, человеческий язык. Нас всех избаловали. Нас избаловали картинками, нас избаловали красивыми кнопками. Google, Apple пропихнули свои App Store, заставляют нас выбирать и голосовать визуально за какой-то контент. Поэтому красивость приложений, в дальнейшем, которые будут реализованы на этих платформах, будут расширять количество пользователей, которые будут касаться данной технологии, точно так же, как гипертекст расширил для нас доступ к информации в далеком 91-м году. А, ну и, конечно, популяризация других маркетов, которые были за нами. Ну, то есть, финансы – это прикольно, но это регулируется. Никто не будет регулировать здравоохранение, наверное, если вы не будете людей продавать по органам. Там достаточно большие и очень емкие маркеты. Большое спасибо. С вами был Вадим Маковский. Это мой Telegram. Давайте перейдем к вопросам и к митапу. По поводу приватного блокчейна. Есть ли у него будущее, есть ли у него потенциал в использовании? Что вы вообще можете сказать по поводу private blockchain? Ну, конечно, есть. Он настолько же крутой, как и публичный блокчейн. Как бы для всего есть свои цели. Ну, для всего есть реализация. На данный момент он подвержен определенной критике, что, по сути, он ничем не отличается от хорошо защищенной базы данных. То есть, да, то, что он децентрализирован, это да. Но есть ли какие-то конкретные примеры его реализации и применения, помимо криптодвижения? Спасибо. На самом деле, то, что сейчас творится в корпорациях, мы не знаем. Ну, только если мы там не работаем. Но по факту, то, что сейчас очень сильно разрабатываются закрытые блокчейны с алгоритмами принятия консенсуса, грубо говоря, одной авторизированной стороной, это является реальным фактом. Единственное, делать они это могут, и перспективность во всех этих решениях заключается лишь в том, что, ну, там есть у нас 3-4 базовых свойства. Децентрализация, публичность отлетает, и что там еще у нас? Какие три свойства блокчейна у нас есть? Не, ну ладно, криптография-то понятно. Ну, это тоже подойдет. Ну, то есть, по сути, если есть система, в которой нам нужно просто… А, низкий уровень доверия, да? Ну, то есть, если есть система, в которой нам нужно без уровня, без, ну, недоверительная система и распределить, и хранить распределенные данные, то такие блокчейны имеют право на жизнь. Ну, просто по приколу мы для себя, у себя внутри в команде ждем какого-то хакатона, и мы хотим написать свою цепочку прям для того, чтобы просто там распределять свои токены. Почему свою? Потому что, ну, не нужно будет платить эфиру за эту движуху. И это как раз-таки это сеть, и там логика будет именно такая. Ну, то есть, там будет один майнер, который будет создавать блоки и шарить на все остальные клиенты. При этом она будет, ну, закрытая, кроме нас туда никто не будет залетать. Ну, как бы та сторона… Ну, все же очень сильно зависит от архитектуры, да? Ну, то есть, как бы кого выберут, тот и будет ответственным. То есть, можно написать алгоритм консенсуса, который скажет, ну, не знаю, там, голосованием, да? Можно написать рандомно. Все зависит от того, какая сеть вообще должна быть. То есть, ну, по-хорошему здесь это очень большое поле экспериментов. Ну, вообще, там, для всех нас. И как раз-таки, вот в таких сетях, может, и будет спасение, потому что, ну, там не нужно платить деньги за то, чтобы манить блок. Там не нужно платить деньги для того, чтобы поддерживать эту структуру, эту систему. Как вариант. Ну, как бы, если речь идет о том, что мы хотим сделать пропускную систему у себя на предприятии, то, ну, там не нужно платить, да? Нужно просто каждому сотруднику выдать там мобилку, которая будет каждый раз проходить по НФЦ, там делать транзакцию, делать транзакцию в цепочку, которая манится там сервером, который стоит здесь и дублируется сервером, который стоит тут, там, не знаю, у головного предприятия. Ну, как бы, why not? Ну, это прикольный solution. Как бы, так же можно делать. Ну, это же блокчейн. Мы же, мы же, мы же... Ну, я не совсем согласен. Ну, как бы, ценность блокчейна, она понятна. Есть криптоэнтузиасты, да, или люди-энтузиасты. Пока критическая масса не накоплена, ценности как будто нет. Вот вы один только делали из всей аудитории, рассчитывали спутники, правильно? Вот. И я так думаю, в этих отраслях тоже не набрана критическая масса. Вот. Пока она не наберется, ну, скорее всего, там ничего не появится. Как только наберется, пойдет движуха. Так прикольчик в том, что может она вообще не набраться. Да, именно. То есть, если мы, если сейчас все закончится на том, что мы будем запускать цепочки, в которых будем выпускать новые валюты для того, чтобы проводить ICO, для того, чтобы выпускать новые цепочки и собирать валюты, то тут как бы ой. Ну, вот здесь там два варианта самых крайних. Или там пойдет государство, да, то есть государственная инициатива, или инициатива сообщества, то есть групп энтузиастов, которые начнут движуху. Вот. Пока ни того, ни того нету. Государства как бы самоустранились, а криптоэнтузиастов пока мало. Они хотят, ну, я не знаю, ну, пока, наверное, хотят… Ну, почему? Ну, что там, можно же кадастры вести и все дела. Ну, примерно так. Нужно искать ценность. Ну, на самом деле, ну, там, из последних новостей проскакивают же новости про то, что там Эстония, Эстония, которая хочет там вести реально там, у них уже есть электронное гражданство, да, как в принципе. Они все пытаются вывести в интернет. И, ну, там эта тема может прям хорошо… Ну, помните, они даже хотели свою валюту токенизировать? Да, ну, европейские, потому что там уже политические какие-то гульки у них. Ну, как бы, но государство пытается внедрить блокчейн к себе. И даже… Да, даже в Белоруссии очень скоро. Может, они заигрывают, а не пытаются. Нет, ну, там… Ну, я как бы не хочу размышлять на политические темы. Там, как бы, понятно, ну, профит, который оттуда можно достать, он прям ясен. Ну, он прям ясен. И понятен интерес с точки зрения привлечения, ну, там, тех же средств в страну, да, там все понятно. Поэтому и это, если честно, очень сильно облегчит жизнь, ну, лично мне и десяти человекам, которые здесь сидят. Вадим, а ты заметил, что мы ответ на твой слайд майним? Майним? Ну, это же метап. Ну, то есть я… Ну, как бы, я и хотел, чтобы там наша сегодняшняя встреча именно была в таком формате, да, то есть чтобы не я прям все тут излагал, а мы как-то коллективным разумом пришли к какому-то консенсусу. У меня есть вопрос-ответ по поводу твоего слайда, где вот health care и все остальное, почему оно не реализовано, какие там могут быть вопросы. Вообще на блокчейне по-трушному можно реализовать реально только финансы. Потому что в блокчейне есть такой технический момент, интересный, как валидация. Перед тем, как какой-то блок добавить в блокчейн, его нужно провалидировать. Вот я вот, как молодой ко мне, прилетает какой-то блок, мне надо его завалидировать. Когда это изначальный биток, там я просто смотрю, что достаточно ли непотращенных выходов, чтобы провести транзакцию. Валидно, невалидно. Когда мы переходим к информации какой-то, которую мы размещаем в голосе, стиме, неважно, то я могу там писать там цой жив, рэп кал и все что угодно. Это никак не валидируется. Чтобы это сделать тот же самый гемблинг, когда есть ставки, нужны ораклы, которым будем доверять. Для того, чтобы доверять ораклам, нужен уже слой из блокчейнов, нужен блокчейн над блокчейном, потому что должен быть свой алгоритм консенсуса непосредственно между ораклами. Да, но такой проект тоже поднял бабло на ICO. Ну да, но на самом деле, все равно, даже информацию, когда она попадает в конечную к ноде, которая должна добавить блок, мы ее никак не можем провалидировать. Это одна проблема. Но, допустим, хорошо, мы будем доверять ораклам и начнем массово использовать инфу. Возникнет другая проблема. Блокчейн разрастается до таких угрожающих масштабов быстро, что мы не можем хранить его полностью на одном каком-то серваке. Тогда нужно переходить на какой-то новый алгоритм консенсуса, что-то типа proof of stake плюс proof of capacity. Мы должны платить деньги не только тому, кто майнит, но и тому, кто хранит. Нам нужно поощрять какие-то центральные сервера, чтобы они хранили. Но опять же здесь мы отходим, ну и возвращаемся к той же самой проблеме. Про береми доверие. Она как и в случае с ораклами, так и в случае с хранением. Мы опять должны кому-то доверять. И как мы будем это решать? Если у нас не будем мы успевать наращивать вот эти мощности хранения, чтобы мы на мобильнике могли терабайты хранить завтра, то я не знаю, как мы упрямся просто технологически. Я понимаю, о чем ты говоришь, но здесь как бы есть другая страна медали. То есть если отталкиваться от текущей пресс-суппозиции, что у нас как бы есть только вот эти алгоритмы консенсуса, и мы прямо в них упираемся, ну туда как бы задачу решить невозможно. Но как бы у нас поле экспериментов, у нас там 1986 год, у нас нет интернета, мы просто экспериментируем, подключаемся друг к другу, ищем что-то. А что мешает придумать какой-то другой алгоритм консенсуса? А что мешает решить проблему доверия с ораклами? Ну вот, ребят взяли, децентрализовали ораклов и там объявили награду. Обратно же, они это все вернули через денежку. Но как бы, ну окей, то есть мы пока принимаем компфакт того, что блокчейн сейчас существует только лишь для того, чтобы удовлетворять выгоду людей, которые участвуют в его поддержании существования. Именно выгоду, ну там финансовую выгоду. Но так может все измениться. Вот может ты, мы сегодня с тобой пообщаемся, ты придешь домой такой, о блин, придумал. И как бы и все, и все будет более-менее хорошо. Да, Вадим, правильно ли я понимаю, что вы, ну мечтаете или вот продвигаете такую идею, когда идет трансформация денежной системы во что-то другое. И то, что делает голос, репутация и компетентность становятся источником капитала. То есть такая конечная идея в ваших блокчейнах, она может реализоваться, но это полностью меняет долговую природу денег. И на самом деле есть очень интересная историческая параллель с криптовалютами. Были частные деньги. Когда Америка немножко поссорилась с Британской империей, они перестали ее поддерживать наличкой. И в Америке массово возникли частные деньги. Их выпускали шахты, фермеры, банки. Было около четырех тысяч разных видов доллара. Они существовали примерно так, как сейчас начинают существовать криптовалюты. Это очень интересный и очень давний опыт. Обнулить его смогли посредством гражданской войны. Что тоже интересно. Ну там все забрали. Да, но можно долго говорить про историю эволюции денег, но ракушки, камни острова Яб, сестерцы, бумажные китайские деньги, они все выражают то, сколько мне должны в магазине, когда я туда пришел. Грубо говоря. То есть они в принципе обладают долговой природой. Есть примеры столетней давности, когда вот этот свободный шиллинг Вергеля, деньги привязаны ко времени. Самое уродливое, наверное, это продразвертка трудодни времен военного коммунизма. Но тайм-доллары существует. Короче, там непаханное поле. И блокчейны на самом деле это немножко могут приблизить и быть фундаментом. Правильно ли я понял, что больше философских, больше этических концепций вы хотели бы сюда принести? Ну это было бы на самом деле очень круто, потому что именно так. То есть мой базовый месседж именно такой. Типа, ребят, ну хватит париться по поводу бабла, давайте подумаем о будущем душе, как будут жить наши люди, дети. То есть мы же все понимаем, что что-то не то. Ну реально что-то не то. Почему люди, которые имеют деньги, имеют еще больше денег, а средняя зарплата в Беларуси составляет 200%, ой, сколько там, 300 долларов или 200 долларов, но неважно. Ну почему дворник, который работает 8 часов, получает 2 или 3 доллара в час, а я могу зарабатывать 50-100 долларов в час? Ну да, он плохо учился, но ему это нравится, и он приносит пользу обществу точно так же, наверное, как и я. А может больше, чем я, потому что результатом его труда прям в жизни не потрогать. А мы же все имеем какое-то отношение и ссылку к реальной жизни. Очень прикольно выступала Марина Гурьева. Кто слышал? Очень прикольно, она проводила мастер-класс. Да, она, я думаю, ну она катается, и там некоторое время назад я познакомился с таким проектом, как Венера. Я очень заржал над ним, он реально прикольный. Ну особенно 5 лет назад это звучало, или там, наверное, 3 года назад это звучало очень утопично и очень нереально, да. Но, черт побери, чем больше я вижу того, что происходит там с интернетом вещей, чем больше я вижу того, что происходит там на текущий момент с технологиями, тем больше понимаю, что, возможно, эта штука может стать реальностью, да. То есть, возможно, люди должны реализовывать сами себя как люди, заниматься теми делами, которые им нравятся и приносят удовольствие, тем самым, живя в социуме, который абсолютно счастлив лишь потому, что он делает то, что ему нравится и получает от этого удовольствие и какое-то вознаграждение. А то, что не нравится, можно там спихнуть на всяких этих роботов, пускай ездит, пылесосит. Вопрос по поводу пользователей. Да, да, да. Он уже очень давно прям хочет. У меня накипело. Простите. Вопрос по поводу пользователей блокчейна, о чем, в общем-то, был доклад. Было много прикольной аналитики. Спасибо за нее. Вопрос, может быть, есть еще дополнительная аналитика на тему такого среза. В блокчейне сейчас очень много спекулятивного интереса. То есть, люди вкладывают деньги для того, чтобы ими спекулировать. И кто-то реально чем-то там торгует. То есть, кто-то реально за что-то платит. Ну, вот две структуры, можно сказать, спроса на блокчейн есть. Вопрос в том, есть ли у тебя какое-то представление, фантазия или, может быть, реальные данные о том, как это разделено внутри блокчейна? Какая доля у какой части? Блин, это очень стремная грань, потому что мы сейчас подошли к ICO. Когда начинают разговоры о ICO, там прям пропасть большая. По факту, почему, с другой стороны, почему сейчас крипта так растет? Почему, блин, каждый из нас, кто запускает криптопроект, прям мечтает провести ICO? Ну, как бы, почему проведение ICO сейчас стоит безумно дорого? Ну, лишь потому что, как бы, вся вот эта структура денег ради денег, она прям крутится. Она прям крутится круто. Ну, проекты, которые забрали денег несколько лет назад, должны показать результаты в 2018 году. И покажут, они не покажут, не имеют большого значения. И то, что они покажут, не имеет супербольшого значения на большой перспективе. То есть там все говорят, что там большинство из них скамы, большинство из них просто там собрали бабло и смылись. С другой стороны, ну, у нас есть очень крутая модель с точки зрения стартапов, это венчурный бизнес, который имеет под собой 20 лет уже, 20-30 лет тех же штатов, когда тебе говорят, типа, покажи, что ты сделаешь, покажи, ну, покажи, что ты сделал, покажи, что у тебя есть, покажи свой рынок, и тогда я тебе дам только лишь, не знаю, 100 или 200 тысяч долларов и буду тебя потихонечку подстегивать, чтобы ты рос и развивал свой рынок. Поэтому, блин, о чем мы говорили? Вопрос про то, как внутри рынка блокчейна разделен спрос спекулятивный и спрос, который реально ради какой-то операции полезен. Вот реально хочется выглядеть умным, да, но ты же понимаешь, что не всегда так. По моим ощущениям, рынок раздут с точки зрения ICO и ребят, которые просто хотят сейчас, ну, мне кажется, рост пользователей в блокчейне сейчас в большей степени обусловлен тем, что тут можно прям заработать на крипте. Ну, и как бы, есть площадки, есть целые форумы, проекты, которые создаются просто для того, чтобы собрать очень много бабла и потом, ну, окешиться, либо что-то полезное сделать, либо вообще не сделать. Вот, поэтому, мне кажется, очень большой перекос пошел именно с точки зрения, ну, заработка, а не на реальной пользе. Вадим, можно мне? Да, конечно. Я еще раз, ну, узнал подяки за такую цикавую лекцию, так, але зараз знуку вспомним про пирамиды Маслоу, про мотивацию, про ваши спутники, и я ризыкую, что зараз у Воголя все забудуть, про что мы зараз размовляли, чему. Можа вы чули, а может не, уже украинцы пачинают працавать над проектом, называяцем Pandora Chain. Ну, а зараз отремовываете осолоду чем? Гэтый проект на конт проблемы, якая може исти со штучным интеллектом такого Скайнету. Ну, все терминаторы глядели. И ось яны планують с допомогой блокчейна размерковать штучный интеллект таким чином, копьен не заболадан над человечеством. Уже на этом працую, явите собя. И ось это якраз повинно вам сподобаться, что не вы один такие альтруисты. Нет, ну, там, честно говоря, я не совсем альтруист. Не, мы маяцем на увазе у таким вселенским масштабе. Просто потом я начну проводить ИСО, все скажут, типа, вот смотри, лекция, ты говорила, все, это плохо. Разрешите так еще немножко пару слов сказать. Приятно быть, скажем, в таком сообществе. Я начинал с 13-го числа. Хотел вернуть вас всех в 7-й неделя предпринимательства в Беларуси. И хотелось бы, наверное, акцентировать внимание, наверное, наше все, что мы здесь услышали. Превратить эту технологию, наверное, в то, что сможет помочь нашей стране, наверное, быть лучше всех. И, наверное, благодаря таким людям, которых я здесь вижу, и которые имеют свое мнение и свои вот такие взгляды, которые далеко за границами нашей страны. И я так понимаю, что в нашей стране таких единиц, и хорошо, что они есть. Я очень рад просто здесь присутствовать. Большое спасибо, Вадим, вы собрали такую аудиторию. И хотелось бы, наверное, вот по поводу пользователей. Мы же по поводу пользователей. Я пока здесь все слушал. Наверное, ценность, мне понравился такой акцент, был на ценности блокчейна и криптовалют. Я подумал, что если такие люди, которые находятся дома, возле компьютеров, я не знаю, возле своих мобильных приложений, они не хотят ходить в магазины, да? Почему бы не подтянуть сюда евроопт, который привозит вам еду на дом и сделать оплату, возможность оплаты, вот эта вот реальность приложения вот этих непонятных денег, непонятных крипты в реальную еду. И я думаю, что вы прочувствуете, насколько это реально как бы нужно. И если вы это сами поднимите и сами решите, ну я думаю, что это будет сразу показатель. если это еще будет дешевле, то наверное будет вообще огонь. Не, у нас спасибо, у нас параллельно есть проект, спасибо большое, очень хорошее высказывание. У нас параллельно есть проект, который там сейчас все проходит и белорусские. И там ну вот у них именно все то же самое. Оплата реальных товаров за крипту. Ну, купей, да? Все знают купей, все слышали. Ну вот это именно вот это решение там покупки, доставки из Европы. Да, Гриш? Пока вы все не собрались уходить, я напоминаю, что еще ребята с Криптофактори раздадут пару пригласительных и у нас есть еще в зале прости Вадим, что я перебил твое яркое выступление. Есть еще человек, которого зовут Никита и он хотел бы рассказать вам с маленькой презентацией, это займет буквально 8 минут, он вам расскажет про один проект. Все, Вадим, извини. Прямо сейчас либо позже, но просто это чтобы не расходились, не убегайте. А можно еще предложение одно? Да, конечно. Да, вот я услышал, вы много говорили про развитие, как блокчейн вообще появился, есть такие маленькие, как бы еще из той жизни, когда были вычислители машины, перфокарты, когда делались огромные вычислительные центры, машины, вот они ЭВМ так и назывались, изучали мы какие-то ЭДВМ с жутким языком, но эти машины назывались типа манфреймы были. После этого появились компьютеры, это будет уже начало 90-х годов, а, поближе, да, простите, появились компьютеры, которые собственно говоря работали локально, но как грубо сказать, если они просто что-то печатали, потом появилась сеть, но сеть она уже была и начал появляться интернет, 8600-100, все помнят, пи-пи-пи, эти модемы пока договорятся, да, но было, все говорили, да зачем нам этот интернет, в итоге, через какой-то промежуток времени, по-моему, сейчас никто не понимает, как вообще без интернета. Следующая парадигма, это были социальные сети, социальные сети, когда появились, ну, как-то тоже неохотно, сейчас там, вот, здесь, скажите, у кого фейсбук не подключен, прямо сейчас. Крутой лохак, надо было еще социальные сети сюда запихнуть. Да, 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 соцсети, да, следующая, как соцсети, я просто говорю, вот, чем это как бы закончится, может быть, ну, следующая, вот, соцсети, после соцсети, сейчас появляется вот эта парадигма, скажем так, блокчейна, и блокчейн, пока они сами люди не понимают, что происходит, вот эта табличка замечательная, которая была, почему они вдруг как бы развиваются, и вдруг почему-то они затихли, ну, вот кусочки были разные, да, то есть, почему, а в частности, вот это название социальное, где там они все вместе что-то голосуют, вот, забыл название, да, оно социальное, и почему-то как-то, хоть мы говорим децентрализованы, скорее всего, что все-то кто-то пальчиком там где-то рулит, то есть, если социализацию убирают, если это как бы имеет какое-то направление, ну, бог с ним, пусть развивается, то есть, нету, в этой парадигме сейчас нету как бы общности такой, то есть, все что-то пилят, особенно ICO, но про ICO отдельная тема, как я понимаю, и вижу, ICO это, в общем-то, признание, люди на основании бизнес-плана, там Кикстартер, Наша Талака, там и прочие вот эти сайты, которые собирают деньги, благотворительность и прочее, да, там нужно бизнес-план, там нужно, собственно говоря, что-то написать, огромную кучу бумаг и всем доказать, что ты дашь за это деньги. ICO это просто идея, и под эту идею люди начинают как бы давать там деньги. Это хорошо, но это как бы периодичное такое развитие, непонятно, чем это все закончится, то есть, вот эти жулики, мошенники, сейчас федеральные службы Соединенных Штатов начинают разыскивать всех, кому деньги, ну вы, в курсе, да, про ICO, если идут перечисления Соединенные Штаты, то они это приписывают ICO как ценным бумагам, которые не зарегистрированы, ну и так далее, там обходы, конечно, какие-то делают, да, и вот немножко я тут как бы говорил, может это неверный ход, но тем не менее скажу, я тоже являюсь разработчиком немножко другой платформы, нам блокчейн нужен, собственно говоря, только для персонализации, ну чтобы деньги не сперли, ну вот так скажем, и про ваш кошелек я чуть позже с вами свяжусь, мы еще поговорим, звучит как угроза, да, 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 ну очень интересно, я пока не слышал его, но просто услышал первый раз про вот этот кошелек, потому что все кошельки, они пока не отвечают ничему, то есть или он только биткоин, или он только эфир, какие-то мультиподписи, в принципе, скроу какой-то найти, ну не очень реально, или мошенники, или что-то еще, или кому-то ты просто не доверяешь, то есть нет вот этого консенсуса, да, 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 вот, и собственно говоря, я хотел сказать про то, что блокчейн скорее всего это большое будущее, но как Виталик Бутерин же сказал, надо сжечь половину денег, сожгет, я думаю, коли сказал, вот, то есть, да, к сути, ну к сути к тому, что блокчейну скорее всего надо доверять, доверять и очень хорошо доверять, но блокчейн будет обслуживаться криптоденьгами, но не спекуляциями, это почему-то мое мнение, то есть, нужно прийти к тому, чтобы деньги не являлись товаром, как они сейчас есть. Спасибо за внимание. Сталин, ну классно, вырос, что-то два биточка вроде стоит уже, больше даже. Скажите, пожалуйста, по биткоину, это актив или валюта? Смотря с какой точки зрения смотреть, ну я так не скажу, я не экономист, я не финансист. Для меня сейчас, наверное, это в большей степени как актив, именно для меня. Ну, кто-то другой может воспринимать это по-другому. Хотя, с другой стороны, это и валюта, потому что я уже целый месяц пытаюсь продать мини-купер за биткоин, и никто, блин, не покупает. не, уже за один, я уже давно обновил. А там я перечеркну. Так, ну, ланью уже, блин, постили. Можешь вернуться на два слайда назад к замечательной табличке? Мне интересно, вот куда ты отнес здесь стимит и голос? Финансы неужто? Стимит и голос. Ну, я, наверное, отнес бы это в Азес или в Сошел, что-то в этом роде. И ты считаешь, что они уже недостаточно, ну, еще недостаточно мобильные и доступные для пользования? Блин, ну, с точки зрения социальных сетей, которые на сегодняшний день существуют, в принципе, да, Facebook, ВКонтакте, либо те же мессенджеры, ну, количество активных пользователей, которые у них есть сейчас, но оно крайне мало. Ну, то есть, ты здесь, я так понял, все-таки оценивал именно наличие приложений, а не количество пользователей? Здесь я оценивал, как бы это правильно высказать, ну, то есть, ну, мы же знаем, да, что на мобилках приложений голос и стим это в принципе нету. Условно нету. Условно. Поэтому, ну, окей, я отнес бы их в social здесь, но почему-то не включил. Да, здесь social нет. Ну, и тут такие оживленные дебаты были, почему вот все в финансы пошло. вот, вот, есть у меня такая точка зрения, что все эти сборы, так называемые, на развитие блокчейна, чтобы набрать стартовую массу людей, в принципе, сложно кого-то привлечь и сагитировать на все остальное. Именно весь хайп и финансовая мощь обретется только, если позиционировать себя как средство заработка. То есть, только так блокчейн, наверное, может набрать критическую массу людей, чтобы быть жизнеспособным. Иначе его просто ломанут по критерию 50%. Я ведь, наверное, это подушка безопасности, такая позиционирует себя, как финансовый блокчейн. Нет, просто ты же видишь, что сейчас происходит там с тем же биткоином, да? Ну, еще немножко, и это уже не будет децентрализацией. Уже стоимость валюты регулируют там те же новости из Китая, да? Или какие-то страны, правительства. Тем или иным образом. Захотели ребята прибить курс, закупиться, выпустили несколько новостей, которые, ну, там, убивают все на тысячу, полторы или две. Запретят сейчас майнинг в Китае, обратно же это все. то есть, просто сам биткоин, как по мне, сейчас приходит все-таки в большей степени к какой-то централизации майнеров, да? И начинается какая-то война между разработчиками, которые, ну, хотя, чтобы это все-таки быстро работало, там было больше, чем 5 транзакций в секунду, и между людьми, которые на этом пытаются заработать денег. Ну, мне кажется, подушка вот эта, она уже пройдена, ну, как бы, там, 7300, 7400, ка за забиточек, это вполне достаточно. Капитализация в 200 миллиардов, это вполне достаточно. Для того, чтобы, ну, можно двигать, более светлые, более прикольные идеи дальше. На основе биткоина именно? Не, не обязательно биткоина, просто на основе самой технологии. Ну, ну, пример биткоина, он показывает, ну, на биткоин все равняется сейчас, то есть, это там топовая основная штука. Никто не знает там про, мало людей знают про EOS, больше людей знают про ETH, но все, что звучит в новостях про криптовалюты и блокчейн, это звучит из разряда, ну, для масс-медиа, это звучит из разряда биткоина. Ну, технологически, как бы он все-таки, я бы сказал, даже ущербен, чем другие виды блокчейнов, по сравнению с тем же ETH и даже стиммитом. Ну, пока это именно так, потому что он действительно очень сильно урезан, он очень короток, очень медленный. Появились другие платформы, которые могут работать быстрее, выполнять какие-то полезные функции. И именно поэтому вот эти другие платформы, которые не обладают достаточной капитализацией, позиционируют себя как финансируемые, ну, из категории финансы. Ну, чтобы повторить или попытаться повторить успех биткоина и там уже дальше нести свои светлые в массы. Очень, очень хорошая мысль. Спасибо большое. Спасибо. Хэшграф. Хэшграф – это что? Так, маленькое объявление, нам нужен разработчик. Нам нужен горазработчик. Ребята, если есть такие, которые уверены и просто хотите поучаствовать в стартапчике, ну, телеграмма моя есть, там два слайда вперед. Пишите, пожалуйста. Мы рады любым хорошим хорошим людям. Хорошим. Наверное, у меня все. Если больше вопросов нет, очень большое спасибо, что пришли. Да, последний вопрос. Подождите хлопать. Подождите, последний вопрос. Привет, Вадим. Привет, привет. Спасибо за сцепление. Сегодня прочитал очень интересную статью на РБК, всем советую. Было интервью с Насим Талебом, это такой философ нашего времени, очень популярный. И он сказал такую вещь, что основная проблема нашего времени, то, что риск-менеджмент вообще не работает, то, что мир меняется и меняется непонятно в какую сторону, связано с тем, что все мы, возможно, отворены от реального мира, который вокруг нас. Все мы можем закончить тем, что мы просто останемся интеллектуальными дурачками, которые что-то тут думают и рассуждают, поскольку у каждого из нас разное образование, мы видим мир через свои источники, но не знаем, как, допустим, что нужно конкретным людям. То есть это к теме того, что сейчас такое понятие он приводил неолубизм. Такая загонная штука, что технологии развиваются, но не всем людям это нужно. Я к тому, что когда готовятся проекты, в том числе по вылучшению технологии, мне понятно, на какие целевые аудитории это рассчитано. И, возможно, как мне кажется, интересно твое мнение, те проекты, которые сейчас массово выходят на СЕО, решают ли они какие-то конкретные задачи и вообще направлены на сторону каких-то определенных целевых аудиторий. Обсуждается ли вообще, какие конкретные задачи будут выполнены в рамках этих проектов, то есть глобально, скажем так. Потому что, еще раз, пришел такой пример в голову, когда есть такой сериал «Кремниевая долина», наверное, все смотрели. Ну, возможно. Там был такой момент, когда сделали классный стартап, но когда гики пригласили людей гуманитариев и показали проект, людям было вообще ничего не понятно. То есть это в тему того, что все разговаривают на разных физических языках. Спасибо. Спасибо большое. Все, тогда, друзья, большое спасибо, не буду больше тянуть. Нет, 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 подожди. Это был вопрос. Это, только, только, подожди, подожди, Гриша. Можно сразу пригласить такой вопрос? Давай. Друзья, спасибо большое. Спасибо. Друзья, я просто, ну, я высказал свою точку зрения, это метап, у нас как бы вопрос о децентрализации. Я могу быть неправ в многих вещах, я могу ошибаться, я все-таки не являюсь там философом или специалистом. Это всего лишь мое мнение, поэтому прошу к тому, что я сказал, относиться именно так. Большое всем спасибо, я очень рад был всех видеть. Вы очень хорошая публика, как говорят в стендапе, да? Тебе нужно отдать и майку за конкурсом, который понравится. Давай. А что нужно говорить при этом? Майка, спасибо, спасибо. Очень, очень хорошие вопросы, спасибо большое. Спасибо. Ты мне очень понравился своим мнением. белорусская мова, треба, треба, как белорусская мова гучала. Дякую великим. Все, я могу быть свободен. Да? Да. Все, большое спасибо, друзья. Вы можете его словить, пока он не убежал, задать ему еще вопросы, а я приглашаю Никиту, который очень ждал момента, чтобы вам кое-что рассказать. Если будет пауза, это такая смысл. Если будет пауза, никто не вернется. Ну, я буду. Хорошо. Ладно. Ты можешь выключать трансляцию. Да.